Я испытал большое счастье — быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чём мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далёких и близких. До скорой встречи! 12 апреля 1961 года весь мир был потрясён сообщением о начале новой эры космических полётов. В этот день космонавт Юрий Гагарин облетел планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток». Это стало гигантским прорывом в истории космонавтики, и сегодня в космосе уже тысячи спутников, космических аппаратов совершали посадки на Луну и Венеру. Началось активное изучение Солнечной системы. Помнят ли одесситы о празднике? Сейчас узнаем. Сегодня 60 лет, как Юрий Гагарин полетел в космос. Первый человек, русский, полетел в космос. Скажите, может быть... Мы гордимся этим. Может быть, вам рассказывали, или вы, может быть, и помните, как было? Я была ещё совсем маленькая, вот, только родители рассказывали, что был замечательный день, все были счастливы очень. В больших городах выходили на улицу, там, обнимались даже. Это была большая радость, все радовались очень, дети радовались, ну, был праздник. Скажите, а в сегодняшних реалиях, как вы считаете, вот Украина как-то развита в космическом направлении? К сожалению, я думаю, что не очень. Я, может быть, чего-то не знаю, потому что... Но, к сожалению, у нас сейчас наука... Хотелось бы, чтобы было, как бы, немножко... Больше уделяли внимания этому всему, и молодёжи больше уделяли бы внимания детям, чтобы в школе больше было к этому уделено внимания. Почему им на 12 апреля вот так? Наверное, там Гагарин когда-то полетел, может быть. Да, именно на 12 апреля он и полетел в космос. У нас Илон Маск, там, покорение Марса, слышали? А за это естественно. Вот расскажите. Да, она будет уже. Верить в это возможно? Да, возможно, да, возможно будет. Но мне кажется, если правительство дальше будет с этим ковидом всё делать, то они вынуждают людей съехать на другую планету, поэтому космонавтика будет развиваться в ближайшее будущее. То есть от коронавируса мы будем на Марс? Да, люди просто свалят где-то на Марс, потому что там нет никакого ковида, там, глобальных потеплений и так дальше. Скажите, а может быть, вам кто-то рассказывал, вот именно как это было 12 апреля, когда вот Гагарин полетел? Было, было, но... Мы же в школе были тогда. Мы в школе. В первом классе. Мы с женой же с первого класса. Да, нам сказали, что мы так радовались. Мне казалось, что это уже вообще всё. Ну... Среди люди в Одессе выходили в тот день или нет? Ой, мы же дети были, я не помню, так, чтобы выходить. Может, и выходили. Ну, как-то, знаете, как дети. Ура, в космос полетел Гагарин. Я же начинал с пароходства. У нас вот и суда были названы космонавт Юрий Гагарин, вот, космонавт Королёв, Комаров. Это всё наши пароходские суда. День космонавтики тебе? А, точно, да. А почему именно связано с 12 апреля? Наверное, Гагарин полетел в космос в этот день. Ну, я знаю, что Иван Маск отправляет всякие шаттлы в космос. Ну, он ещё запускал свою ТЭСу. Ну, в целом, интересные задумки. И там, знаю, что есть всякие космические станции, там, ну, где сотрудничают разные страны. Первый полет человека был самым трудным и опасным. Но стремление к покорению космоса многих тысяч людей, принимавших участие в подготовке, обошло все препятствия. Одесса за свою недолгую историю неоднократно доказывала, что часто бывало впереди планеты всей. Не случайно бытует мнение, что Одесса ещё и родина космонавтики. На всех космических картах человечества Одесса навсегда занесена золотыми буквами. Тут родилась мечта о небе Сергея Королёва. Здесь дал клятву посвятить себя полётом в космос Валентин Петрович Глушко. В Одессе приобщались к авиации наши космические братья Георгий Добровольский и Георгий Шонин. Может быть, знаете кого-то из известных одесситов-космонавтов? Нет, только знаю сибиряка моего земляка Леонова, Алексея Леонова. Вы не из Одессы, правильно? Нет, ну живу здесь уже всю жизнь. А Королёва, может быть, знаете? Королёва, академик Королёва улицу знаю. Я знаю ещё Королёв, да. Улица Добровольского в Одессе есть. Ну, есть такая, да. Они тоже оттуда, да. Как считаете, сегодня в Украине развито направление космонавтики? Думаю, не до этого никому. Хотелось бы, чтобы было развито всё. И самолётостроение, и ракетостроение. И чтобы мы были впереди всех. Может быть, ты знаешь каких-то известных одесситов, которые связаны с космонавтикой? Ну, если честно, не особо помню. Но вроде бы есть какие-то связаны с созданием ракет. Королёв, Глушко? Да, да. А Добровольского? Улица Добровольского есть в Одессе? Ну, знаю, что есть. Но, если честно, не знаю, что она связана с космонавтикой. Знаете ли каких-то известных одесситов, связанных с этим направлением? А именно, которые космонавты? И космонавты, и конструкторы есть одесситы у нас. Вы знаете... Королёв, по-моему, тоже из Одессы, да? Да. Добровольский. Добровольский, да. Может быть, знаете кого-то из одесситов, которые связаны с направлением космоса и ракетостроением, и космонавтами? Не знаю, не помню, ребята. Реально, не помню. Добровольский космонавт из улицы Добровольского. Да, помню, да, помню. Королёв. Королёв, точно. Да, знаю. Забыла, извините. Все эти легендарные люди внесли неоценимую лепту в развитие космоса. Впереди много свершений. Покорение Марса, исследование новых галактик, открытие новых имён в мировой космонавтике. Телеканал «Репортер» поздравляет всех с Международным Днём Космонавтики. Василий Базовлук, Герасим Олейсенков, Телеканал «Репортер».